Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости». Сегодня с нами руководитель программы «Цирк зверей», потомственный артист цирка – это Юлия Филатова. Здравствуйте! Юлия Филатова – заслуженная артистка России, руководитель коллектива «Цирк зверей». Юлия – внучка прославленного советского дрессировщика Валентина Ивановича Филатова. В целом, история этой цирковой династии насчитывает уже шестое поколение артистов. В номерах программы «Цирк зверей» представлена дрессура смешанной группы – домашних, экзотических и хищных животных. Юлия Филатова – очень приятно, что вы к нам пришли. Да, мне очень приятно вас видеть, тем более не одно, а с таким очаровательным компаньоном. Компаньоном, да. Это моя кнопочка, это шпиц. Кнопочка – это мой талисман, мой антистресс, моя подруга. В общем, ну, всё в моей жизни, скажем так. Наличие кнопочки у вас на руках может дать понять зрителю, что вы продолжатель династии именно дрессировщиков. Да, это основное направление, потому что наша династия берёт свой отсчёт с 1836 года. И основа, естественно, дрессура. Дрессура разных животных. Изначально это были львы, медведи, потом немножечко обезьян, потом добавились попугай. И, в общем, в конечном итоге более узкая специальность, она расширилась. И, можно сказать, на данный момент мы являемся дрессировщиками разных видов животных, то есть как разносторонние. И это очень здорово, это очень интересно, потому что каждое животное, оно своеобразно, оно по-своему интересно, как психологически, так и интеллектуально. И поэтому очень интересно работать. Ваш дедушка Валентин Филатов остался в истории советского цирка как один из самых легендарных артистов и основателей номера вместе с медведями. Да, медвежий цирк. Потому что он увидел в медведях то, что медведи настолько безграничны в своих возможностях, что они могут повторить все жанры циркового искусства. У них очень похож скелет на скелет человека. И тем самым им несложно ходить на передних лапах, танцевать вальс, держать баланс определенный. И это как раз, вот эти наблюдения, они и вошли в основу. В основу этого замечательного аттракциона, который действительно принес нам мировую известность. А следующая, как бы, его большая очень работа, это была цирк зверей. Собственно говоря, вот мы носим, дальше продолжаем носить это название цирк зверей. И основа этого названия не то, что в количестве животных, да, которые принимают участие в нашем представлении, а в качестве исполнения трюков и в качестве легкого соревнования, скажем так, между животными и артистами в разных жанрах циркового искусства. То есть если у нас есть воздушная гимнастка, у нас есть обезьяна воздушная гимнастка, есть жонглеры, есть медведь-жонглер. То есть есть люди, которые прыгают, у нас леопарды прыгают, то есть акробаты, да, прыгают, леопарды прыгают. То есть вот именно вот этот вот как бы синтез человека и животного, вот это и легло в основу вот именно вот программы цирк зверей. Смотрела и читала, что у Валентина Филатова медведи ездили на мотоциклах и тем самым шокировали публику во всем мире. Потому что на тот момент мотоцикл это было что-то невероятное. Медведь управляет мотоциклом и может даже передвигаться по улице с дорожным движением, останавливаться на светофоре. Очень часто проходили гастроли у Валентина Ивановича и потом у нас в Японии. И дело в том, что японские журналисты, они просто сказали, что Дарвин ошибся. Скорее всего, человек все-таки произошел от филатовских медведей. Настолько они были удивлены тому, что могут животные. Вы, будучи маленькой девочкой, имели возможность общаться с дедушкой, да? Конечно. Дело в том, что дедушке не стало, когда мне исполнилось 12 лет. То есть я очень хорошо его помню. Звала я его дедуля-дедуля и никак иначе. Это был самый главный человек, он остался самым главным человеком в моей жизни. Это мой кумир. Это человек, от которого, не знаю, то ли это подсознательно было. Я впитала все, что только было возможно, как губка. Потому что с самого маленького возраста, как только я немножечко смогла что-либо понимать в этой жизни, да, он по крупицам пытался в меня вложить свои знания. Потому что помимо того, что он был великий дрессировщик со 115-м чувством, он еще был и потрясающий администратор, он был уникальный директор, он был человек, который мог предугадать наперед, что произойдет. То есть он был настолько безграничен в возможностях, что, как бы, если бы он был жив сейчас, я думаю, что это был бы один из самых великих дрессировщиков. Вообще для вас в юности стоял вопрос, остаться в цирке или выбрать какую-то другую профессию? Вот знаете, такой момент, что в нашей семье изначально, из поколения в поколение, идет такой, как бы, момент, мы никого, дедушка, не тащил, скажем так, в цирк, не заставлял заниматься, ни Людмилу Валентиновну, мою маму, свою старшую дочь, ни младшую дочь, Татьяну Валентиновну. Они учились спокойно в Москве, получали очень хорошее образование, закончили институты, и только потом пришли в цирк. То же самое было со мной, меня никто не заставлял прийти в цирк. Но, видно, Валентин Иванович какой-то определенный момент, будучи еще уже, когда жил, жив, он почувствовал, что все-таки я приду в цирк. И когда мне было 5 лет, он сделал посвящение меня в артистке цирка заранее. При этом был мой первый выход с собачкой, собачка там прыгала через колечко, звали собачкой очень хорошо, помню, маркиз, это тоже был шпиц, я просто преклоняюсь перед этой породой, это самая умная, я считаю, порода вообще на земле. В 5 лет он меня посвятил в артистке цирка, и потом об этом все забылось. Потом, через какое-то время, он решил заранее написать сценарий и создал номер «Иллюзия с мелкими дрессированными животными». К сожалению, выпуск этого номера он не увидел. Но он постарался о том, чтобы у меня были гениальные педагоги, режиссеры. Например, у меня была Людмила Касаткина, она ставила мне и сцену речи, и походку, и занималась со мной у станка, и учила, как маленькая девочка, там, в 12 лет, как я должна быть на манеже. Вот, я говорю, у меня были потрясающие педагоги, замечательный режиссер Местечкин. И, наверное, из-за этого как бы получилось то, что получилось, да, потому что я как бы по жизни такая, скажем так, очень веселушка. Мне хотелось погулять со школьными товарищами, а тут приходилось много работать. В общем, как бы так получилось, что когда дедушки уже не стало, я начала работать эту иллюзию с мелкими дрессированными животными. И в один прекрасный момент, это было в Перми, 1 июня, день защиты детей, я отработала иллюзию с мелкими дрессированными животными. Мне уже было на тот момент 15 лет, и, скажем так, видно, это был такой переходный возраст, что меня, как я говорю, перемкнуло. Я пришла к родителям и сказала, я больше обманывать людей не могу и не хочу работать этот номер. Я хочу свой. Ну и потом потихонечку вот как бы создавалось то, что создалось сейчас. А теперь это все работают мои дети, которым точно так же был дан выбор либо найти себя в другой стезе. Они тоже учились, учились в хороших школах, занимались музыкой, каратэ, плаванием, закончили училища, институты. Младший Миша, сын сейчас на четвертом курсе института, учится, продолжает. То есть, но в определенный момент оба пришли в цирк. И теперь продолжают то дело, которое когда-то начал их прадедушка Валентин Иванович Филатов. Как вы уже сказали, в вашей программе множество разных животных, включая хищников. При этом ваши номера, вы работаете без ограждения. Да. Что дает вам уверенность, что все будет в рамках задуманного? Уверенность в том, что все это придумал Валентин Иванович Филатов. Потому что для того, чтобы мы начали работать леопарда в безоградительной сетке, работала 5 лет. 5 лет создавалась, была группа инженеров, которые просчитывали специально высоту тумб для леопардов, вес, длину поводка. То есть расстояние, где стоят тумбы от барьера. Разрабатывалась, скажем так, своеобразная тренинговая работа с малышами-леопардиками, для того, чтобы они понимали, что барьер – это невидимая оградительная сетка. За него заходить нельзя. То есть это все длилось 5 лет. И через 5 лет в Одессе в 1975 году впервые Валерий Филатов, мой папа, отработал на тот момент, это был номер леопарда и лошади без оградительной сетки. Это был триумф, это был прорыв. Это потому что в России на тот момент такого не было. Сейчас ведь публика, правильно сказали, ждет каких-то новых впечатлений. Что вы как артисты стараетесь им дать? Показать, допустим, какие-то невозможные совместные номера, когда хищники и нехищники работают бок о бок? Да, есть такой момент, что, например, в природе обезьяны и попугай, они являются врагами очень серьезными, потому что обезьяны в природе питаются попугаями, птицами. Да вы что, я не знала. Да, обезьяны и птичники питаются мясом, они питаются мышками, птичками, разоряют гнезда. То есть в природе они являются врагами. У нас они работают вместе, сидят перед работой на одной такой скамеечке, внизу обезьянки, сверх попугая, то есть они у нас дружат. Как говорил Леопольд, ребята, давайте жить дружно, потому что взаимопонимание – это и является дружбой. Просто у каждого оно по-разному, у человека по-одному это проявляется, у животных по-другому. Сейчас для многих зрителей очень важным является момент, насколько гуманной является дрессурой отношения к животным. В этом смысле, я так думаю, школа вашего дедушки, она очень… Школа Владовой именно гуманная, да, потому что давайте мы будем говорить правильно. В 1836 году, когда началась наша династия, это было укротители. Это были укротители, это было укращение. Скажем так, тогда все жаждали крови, да, как римские вот, да, время, да, когда со львами, с тиграми сражались, это же тоже своего рода было как бы укращение животного или раба, да. Уже в этом же веке это все переросло в дрессуру. Почему? Потому что если ты укращаешь животное… Надо запомнить одну важную вещь. Укротить животное нельзя. Оно просто затаится. И потом тебе обязательно отомстит. Причем отомстит из-под тяжка, со спины. И это может быть смертельным исходом. Поэтому, да, это направление, как бы укращение, оно перешло именно в дрессуру. Собственно говоря, очень интересно вот этот момент, что такое является дрессура на современном уровне. Мне рассказала в первый раз мой педагог по биологии. Она вот, я до сих пор помню, она приходила вот в старый цирк, когда выпускался вот первый номер мой на Цветной бульвар 13. Одела такую яркую желтую кофту, чтобы я ее видела и не боялась. Она на премьеру пришла. И вот она прямо меня очень много научила именно вот что такое современное психологически, скажем так. И я ей в этом очень благодарна. Скажите, откуда приходят в вашу труппу четвероногие артисты? Как часто она пополняется? И есть ли, может быть, среди них вторые, третьи поколения, как у людей? Не зря же династия Филатовых-Клыковых, да. То есть есть династия Филатовых, которая идет от Валентина Ивановича Филатова. Есть династия Клыковых, которая идет от моего мужа Андрея Клыкова, да, и дети наши. И есть династия у животных тоже, они тоже есть. Например, у нас есть пони Кама, она является праправнучкой Августа первого пони моей мамы. У нас есть попугай Ляля, которая тоже как бы наша воспитанница, которая уже родилась у нас. Поэтому как бы среди животных тоже, помимо того, что есть свои собственные династии, а есть еще и кинозвезды, которые снимались в разных фильмах. Это и медведи, это и леопард, это и обезьяны, которые также засетились, скажем, так, как кинозвезды. Ведь многие взрослые и дети любят цирк, потому что в момент представления, да, все мы вне зависимости от возраста превращаемся в детей и испытываем вот эти вот чистые эмоции радости и восторга. Скажите, а такая многолетняя работа в цирке, вот вам, вашему характеру, она как-то придает какой-то восторженности, детскости, радости? Или это иллюзия, и тут тоже нужна ее жесткость и все остальное? Нет, это не иллюзия. В цирке не работают, скажем так, недобрые люди, потому что тут это не проходит, да, то есть как бы они не войдут в семью цирковую. Обязательно должен быть энтузиазм, обязательно восторженность, потому что если этого не будет, то ты не услышишь и от зрителя благодарного и аплодисментов, потому что здесь все-все взаимосвязано. Все, начиная от самого первого шага, который ты переступаешь, как только входишь на проходную цирку. Успешных вам выступлений. Спасибо большое. Спасибо, что приехали во Владивосток. Спасибо, а мы вас ждем снова в гости. Спасибо. 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 Спасибо.